Приветствую вас и давайте будем исходить из того, что могли ли вы действительно по вашему сообщению надоесть человеку? То есть он говорит, перестал мне писать, надоело там и так далее. Но по факту могли ли вы ему надоесть? Сделали ли вы что-то такое, что реально бы вызвало у него вот это вот чувство, чувство, что вы действительно надоели ему? Если да, если вы ведете себя действительно навязчиво, если вы закучаете ему, если вы достаете его, не даете прохода человеку, то, конечно, он тогда вам это говорит. И даже если вы ему нравитесь, все равно он будет, как всегда и все, просто потому что фас слишком много для него. Если же никаких предпосылок для того, чтобы ему надоесть вы не создавали, то в таком случае он лукавит. У него есть и врядная доля лукавства в его поведении, в его словах. Это означает, что человек просто не хочет показывать вам свою заинтересованность, опять-таки вас. Это, к сожалению, не очень хорошо, особенно для мужчин, потому что обычно именно мужчина проявляет инициативу в том, что касается отблечения с девушкой. И если ваш друг игнорирует вас, то он не хочет с вами сблизиться, не хочет терять дружбу. На данный момент он к этому не готов и в этом его стоит, пожалуй, только лишь принять, уважать его выбор и не докучать ему, если он так говорит. Я думаю, что время, оно пока не справится, нравится ли вы ему или нет. Ведь если и нравится, то он, так говоря, иначе даст вам это понять. Своим поведением, своими поступками, своими действиями, словами. А пока то, что вы делаете, вы его от себя отвращаете. Даже если, даже если какая-то симпатия изначально к вам была, она может уйти вплоть с действием вот этого вашего поведения. Этого вашего, ну, надоедливого отношения к нему. Причем вы и сами можете свое отношение таковым не считать. Это ваше полное право. Полное право не считать то, что вот вы себя ведете, то, как вы себя ведете, надоедливо. Но вам нужно уважать мнение другого человека. И помните, что для одного человека ваше поведение может быть надоедливым, а для другого человека ваше поведение может быть едва ли неравнодушным. Все зависит от темперамента личности, от характера, от типа и так далее. И если ваш друг такой, как он есть, то к нему нужно относиться с пониманием. И уважать его индивидуальность, выбор и комфорт. Но поскольку мы с вами говорим здесь про вас все-таки, а не про вашего друга, то хочется сказать так. Ну вот, допустим, допустим, вы действительно нравитесь своему другу. Допустим, и раз вы нравитесь своему другу, то он, я думаю, вы с этим согласитесь, он, по идее, должен бы вас завоевывать. Он этого не делает. Он вас не завоевывает. Возникает тогда, простите, вопрос. Вопрос такого характера. На мой взгляд, достаточно ключевого характера вопрос. Если ваш друг вас не завоевывает, то зачем, для чего, вы тогда ему навязываете сана. Зачем это делать, если друг, ваш друг, не так сильно заинтересован в том, чтобы быть с вами? Может быть, вы очень сильно нуждаетесь в нем, и какие-то свои желания через него пытаетесь и хотите его застворить. Но простите этот человек. И этот человек со своими желаниями, со своими стремлениями, и относиться к нему нужно как к самоцели, а не к средству. Если вам непонятно, почему ваш друг инновирует вас, то лучше спросите его об этом прямо. Дело в том, что друзья, а я понимаю слово друг здесь именно буквально, то есть, можно сказать, что, например, друг это мужчина, но это скорее уже устаревшее название молодого человека, и я думаю, что вы используете здесь именно слово друг друг. Если вы друзья, то логично предположить, что вы друг другу доверяете, потому что дружба невозможна без честности, дружба невозможна без доверия. Так вот, лучше спросите его прямо, почему он вас игнорирует, и когда он вам ответит, задайте себе вопрос. Вопрос. А имеет ли смысл ему врать? Человек никогда не сделает ничего без собственной выгоды, и уж точно не сделает ничего себе во вред. Так зачем же вашему другу вам врать? Вы говорите, что не можете поверить в то, что ему действительно наскучили. Хорошо. Для чего вашему другу вам врать? Что он может добиться своим враньем? Он, по сути, вас отталкивает. Он, по сути, вас теряет. Он, по сути, сводит к минимуму ваше общение. Так для чего ему вам врать? Задайте себе этот вопрос. Уверен, он поможет понять ситуацию более яснее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, прочитайте, если в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!